Итак, господа, добрый день, с вами Полтосик, и мы решили провести ивент для игроков, всех в принципе людей, неважно, думаю даже левел в принципе роли не играет, надо хотя бы быть, думаю, тайцатым уровнем. Суть, быстренько опишу, сейчас создаться тема, веселый пират, который теперь будет называться, это тестовое тоже название, и это тест сбор предложений. То есть, все, что я хочу от вас, на данный момент я выпускаю это видео, что вы мне дали совет, понимаете, блять, господи, не ты, дайте совет, как провести, то есть, вы сейчас увидите вот пункты, можете что-то добавить, что-то удалить, что-то изменить, я думаю, так же должны работать Майл.ру, то есть, я всегда сразу говорил, вы проводите ивент, вы даете людям посмотреть, что же вы хотите сделать, и люди советуют. Вы выбираете адекватное, заменяете там пункты и т.д., это нормально, просить советы у людей, ибо турнир для них и делается. Мы делаем этот турнир для участников этой игры, ну, может быть, с целью небольшого пиара еще этой игры, не знаю, может быть, кто-то это увидит, захочет в это поиграть. На самом деле, вы видите, техническую поддержку показывать я не буду, потому что нельзя палить переписки с поддержкой. Я попросил помощи у, не знаю, у саппорта этой игры, все-таки мы проводим турнир, ну, не турнир, это ивент. И, может быть, у них, да что с тобой такое? Может быть, у них будет свободный человек, который смог бы нам помочь. Суть, суть вообще турнира, сейчас объясню, в чем помощь нужна саппорта. Стартовать все будут с Нуи пиратов, будет целая толпа голых людей, внимание, голых. Они будут бежать, вот так вот бежать, заходить в эту бухту. Тут вход, отсюда надо будет убрать вольников. Если Мэл нам с этим не поможет, а, скорее всего, не поможет, потому что, во-первых, меня ненавидят, можно так сказать, во-вторых... Во-вторых, а, причем, не знаю, почему меня ненавидят, хотя я знаю, ладно. Во-вторых, может, просто им лень, потому что все-таки вы плохие люди. Короче, если Мэл не поможет, мы пригласим какого-нибудь самого топового тактика игры, какого-нибудь скиллфаера или хейча. Ну, скорее всего, хейча, которому не нужны деньги, кто не будет за призом гоняться. Посадим его вот сюда вот за этот мастерская скульптурника, он будет с этими вольниками развлекаться, пока вы бегаете. Тут всего раз, два, три, четыре вольника, в самом зале, по-моему, еще пятый, пять вольников. То есть, пять вольников, дадим ему одного хила, будет держать пять вольников. Они вроде не эвейдятся, пока он стоит, то есть, все это время. Вы будете бегать, пробегаете, вот здесь вот вся толпа, вы друг друга убиваете, все это время можете не убивать, как хотите, спеки любые разрешены. Забегаете, бежите вот так вот по вот этой спирали наверх. Опять же, какой-нибудь влучник может сесть на эту штуку, всех расстреливать, непонятно зачем, потому что киллы ни на что не влияют. Забегаете через узкое пространство, здесь какой-нибудь челик может вот со стяжкой стоять, давать здесь стяжку и челики падать вниз, это будет забавно. Опять же, не знаю, зачем он это будет делать, но это разрешено. Мешать другим разрешено, только если вы тоже участник. Если вы одетый человек пришли мешать, вы, ну, будете дисквалифицированы и, можно сказать, обосраны. Короче, суть. Забегают по этой спирали вот эти вся армия участников и начинается подъем по лестнице. Так как глайдера и пета запрещены, то есть я могу, в принципе, сделать вот так, хотя тоже не залечу, но суть. Подниматься надо по лестнице, очень медленно. Кидая станы, давая стяжки, челики будут падать вниз. Дальше. Тут еще одна лестница, тут тоже, возможно, будет замес. И здесь еще одна лестница, поднимайтесь к самому интересному. Жаль, что флага я уже украл, вы не поймете суть, но я дам скайну. Здесь будет капитан этот Барреттс, он очень слабоват, на самом деле, но он вас может ваншотнуть. Суть, вы можете дать ему слип, контроль, любой слип, контроль или, может, даже опрокид. Да, я промазываю, ладно. Вот, он очень долго стоит в станах, вы можете дать слип на 6 секунд, скастовать флаг. Флаг кастуется около 1 секунды. И потом с этим флагом вы должны будете каким-то образом, не знаю как, доставить его вот сюда. Тут в чем-то стоит. Вот сюда доставить его, здесь будет стоять судья, конкретно я. Вы должны будет забежать на корабль, встать вот ко мне сюда и все, считайте, вы победили. По кораблю на нем никто не должен находиться, никак, ни один человек. Вы можете находиться за бортом внизу, где угодно. Суть, челик должен доставить флаг именно ко мне. Вы можете его убивать где угодно, где он падает, где вот. Можете на этом мосту с ним драться, убить его, забрать флаг, понести ко мне. Может быть человек сможет, опять же, так это не запрещено, с самой вышки сделать как-то попытаться отскок. И блинком за спину вот меня выделить, я буду не в инвизе, скорее всего, опять же мы будем это думать. Блинк за спину и появиться здесь. Он будет победителем, но скорее всего он от этого умеет. Потому что блинк за спину с такой высоты это падение. Опять же, увидим, увидим. Может кому-то из вас очень сильно повезет, и вы сможете это сделать. Опять же, побеждают ловкачи, трикачи. Вы можете в инвизе тащить этот флаг, тоже ограничений, думаю, нет. Но, наверное, стоит сделать так, чтобы долго не было, что... Ну, блядь, не убегайте с острова с этим флагом, я вас спрошу. Опять же, все это будет изменяться, скорее всего. Но суть вы поняли турнира, я думаю, это будет очень просто. Я думаю, такой один забег будет идти 10, максимум 15 минут. Я на это надеюсь. Мы планируем провести таких забегов 5. Вот за один день ивента провести 5 таких забегов. С суммарным призом 25 тысяч рублей. Кто-то может подумать, ебать, ну вы жилобы, сука, так мало. Там Майл.ру 250 тысяч дает. Ну, Майл.ру эти 250 тысяч собирала с вас же. Кто не понял, у них был турнир на 250 тысяч, и вы эти деньги туда платили. Кто еще этого не понял. Здесь же все идет, вся плата турнира идет от свеча. От меня я постараюсь реализовать ее и показать очень красиво. То есть, я постараюсь набрать операторов всяких. Будет, думаю, 5 или 6 потоков стрима. Допустим, мой будет чисто судья. Я буду стоять здесь, показывать, как люди забегают. Плюс я буду переключаться по трансляциям, показывать с разных камер. Допустим, будет какой-нибудь челик стоять здесь снимать. Второй здесь снимать. Третий будет наверху стоять флаг снимать. Также нужны будут люди, можете записаться, которые будут следить за порядками. Потому что в эту игру играет много хуесосов. О, бля, я обещал не материться. Много неадекватных людей, которые могут просто по приколу мешать. То есть, зачем, не знаю, люди будут играть фаниться. Есть такие больные люди, которые... Ой, я, меня обижали в школе. Я пойду убивать этих челиков без шмота. Нужны будут люди, которые будут таких людей выискивать и отправлять на Нуи с Кайстом 180. Пусть лежат. Но будьте готовы к тому, что вам будут мешать. Потому что я не Майвру. Я не могу выдавать баны или отключать от сервов. Конечно же, за этим будут следить мыло. То есть, ну, не как бы на стриме. Они будут это все видеть. Я не знаю. Может, они как-то тайно будут отключать таких от серва. Опять же, надеюсь. Потому что этот ивент, он для этой игры, он не приносит мне ничего, свычу ничего. Он приносит онлайн, как раз таки Майвру. Поэтому вам выгоднее помогать. Все. Я все сказал. Вы можете не помогать, но вам лучше, чтобы вы помогли. Опять же, провести этот ивент. Вы поднимитесь в глазах игроков. В моих глазах, хотя вам плевать. Но и все равно. В общем, жду советы по вот этой теме. Скажу немного. Все участники голые. Всем участникам будет выдано оружие. Опять же, будем все это, наверное, менять. Скорее всего, я просто дам Скорин, где и какие вещи купить. К примеру, вы покупаете 4 вещи у НПСа. Какой мы найдем НПСа с пухами 30-го левела. И там покупаете одноручный посох. Он дает урон в ближнем бою и заклинаний. То есть, подойдет и магам, и миликам. Покупаете щит. Он тоже подойдет и магам, и миликам. Покупаете лук. Он подойдет луком. Покупаете дудку. Он подойдет там чародеям всяким, бордам. Все. У вас будет определенный у всех ГС. У всех будет ГС с этими 4 вещами. К примеру, к примеру, Таиста. У кого будет ГС выше хотя бы на единицу, те будут дисквалифицированы. Примерно так это будет работать. Суть вы поняли. Опять же, это все можете советовать. Опять же. Все участники могут умирать сколько угодно раз. То есть, вы умерли, пошли искать того, кто несет флаг. И вот так вот сколько угодно раз. Не важно. Вы не можете использовать ГЛАЙДРА плюс ПЕТЫ. Важно. Кто будет использовать, сразу дисквал. У нас будет потом этим. Мы будем пересматривать все трансляции, искать нарушителей. Все участники могут подбирать флаг сколько угодно раз. Опять же, если вы спиздили флаг, украли флаг и вас убили, вы можете попытаться его отнять снова. Опять же, сколько раз. Правда, я не знаю, как работает сам этот флаг, но вроде он... Его подбираешь, он у тебя за спиной, тебя убивает, флаг валяется. Так и должно работать. Все участники должны... Не должны состоять в рейтах. Опять же, я наберу людей. Кстати, можете обращаться, кто может помочь. Вы, скорее всего, не будете участвовать в этом турнире. Может быть, вам что-то за помощь дам. Ну, посмотрим. Опять же, помогите провести этот турнир. Турнир, боже, ивент. Вы будете раскидывать там рандомным людям, выбирать рандомных людей. Кидать им пати. У кого будет табличка, этот персонаж уже состоит в пати, он будет дисквалифицирован и убит. Сразу вам скажу. Но все, кто хочет помогать, должны иметь возможность снимать... Вот, как я сейчас снимаю. Просто снимать весь турнир одной записью, чтобы потом я мог это проверить. Понятно? Так что обращайтесь, кто может помочь. Про пати, да? Все участники могут завязать на корабль только, если на него залез участник флагом. То есть, смотрите. Вот я игрок без флага. Здесь могу находиться. Здесь могу находиться. Как-то вот под водой тоже могу находиться, ждать щелика. Но если вы вступите хотя бы вот так вот, вот здесь вот будете стоять, вы будете убиты и дисквалифицированы, скорее всего. Я, в принципе, понимаю, что случайно можно запрыгнуть, да. Но если вы тут будете стоять минимум секунд пять, вы все, дисквал. Запомните это. Потому что я не хочу, чтобы было как на том турнире и мыло, челики просто стояли и ждали чего с флагом. Я очень надеюсь, что пройдет все адекватно. Ну, в общем-то, я все сказал. Жду ваши советы. Это только тест. Так что я принимаю абсолютно все советы на ютубе. Буду все читать. Здесь тоже будет тема. Сюда все пишите. Те, кто хочет помочь турнирам, наверное, пишите мне в личку с тегом «хочу помочь». Типа вот так вот, чтобы я заметил вас и сохранил. В общем-то, все. Всем спасибо. Всем пока.